Привет-привет! Сегодня мы поговорим про самую безбашенную, охрененную, сумасшедшую, прекрасную луну Водолея. И если вы смотрите это видео и говорите, а у меня не луна Водолей. Зачем мне смотреть это видео до конца? Во-первых, потому что там будет торо-разбор. Во-вторых, потому что вы не знаете, какого ребенка вы родите, и не родите ли вы случайно ребенка с луной Водолея. Если у вас есть подруги, мужчины с луной Водолей, вам нужно с ними как-то взаимодействовать. Поэтому сегодня креативная слэш ебнутая луна Водолей. Мне кто-то из вас написал, Ириша, разбери луну Водолея, я на большом курсе. Мне кажется, что мне нужно еще больше информации, чтобы понять эту луну. Я вам скажу, не найдется в этом мире информации, чтобы понять человека, у которого луна Водолей. Есть 12 знаков зодиака. Первый это овен, двенадцатый это рыбка. Каждой последующей усложняется уровень проблем, психики, реакции, сложности. Все усиливается. Соответственно, луна в овне, как у меня, очень простая реакция. Это взбесили, получили по щам. Радуюсь громко, смеюсь громко, плачу громко. То есть, вот как ребенок. Луна Водолей же, как и сам Водолей. Кстати, выпуск про Водолея, про Венеру Водолей у нас есть на YouTube-канале, поэтому обязательно посмотрите после. Не забывайте подписываться на этот канал, потому что я прямо иду к заветной циферке. Канал растет абсолютно сам по себе, и это меня очень радует. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, спасибо, что поддерживаете это видео. А в конце еще расскажу про... Просто обалденно. Луна Водолей это постоянный источник приключения на жопу. Быт, бытовуха это смерть. Луна ведь это отвечает у нас, у женщин. Это качество матери, качество заботы. И тут оно, вот эта вот мать в костюме драного байкера. Что там за мама? Ну, точно креативная, точно странная, точно ебутая. В каких-то проявлениях, не знаю в каких. Тут нужно разбираться индивидуально, смотря по аспектам Луны Водолей. Луна Водолей это сказочное веселье, но не для всех, кто рядом. Луна Водолей это креатив, это желание охватить всю планету собой. То есть захват и масштаб, по-моему, если не ошибаюсь, то Луна Водолей у Саши Митрошиной, посмотрите этот выпуск, если еще нет. То есть у крупного блогера, почему Луна Водолей охват, масштаб, взгляд в будущее, взгляд в космос, взгляд во все новое. Вот все функции а-ля мама, жена, уборка, готовка, все для Луны Водолея это смерти подобно. Ей нужна тусовка, ей нужна учеба, ей нужны единомышленники, ей нужен полет в космос. Но так бывает, что Луна Водолея рожает ребенка. И вот тут интересный факт. Где у этого ребенка Луна? Мы можем по знаку ребенка, и про папу я это рассказывала, посмотреть папу. То есть кто ваш ребенок по знаку, кто знак вашего мужика. Если эти знаки похожи друг на друга, все нормально. Если сильно разные, то у папы п***ь. У мамы все сложнее. Для того, чтобы посмотреть, что у мамы в голове, нужно строить натальную карту ребенка. Как ее построить, не будучи астрологом, очень просто. Через бесплатный курс. Смотрите бесплатный курс, строите карту и выясняете, если у вас Луна Водолей, какая же Луна у ваших детей. И пишем в комментариях. Тут будет целая феерия. Потому что, как правило, Луну Водолея постоянно все портят. Ну нельзя быть такой свободолюбивой. Ну ты так замуж не выйдешь. Какой б***ь космос. А тарелки кто будет мыть? И Луна Водолея, естественно, под гнетом общественности, чаще всего превращается во всякую другую Луну. Вот сейчас посмотрим в комментариях, что вы там мне напишите. Я поразбираю. И если ваша Луна Водолея в ребенка трансформировалась в Луну в Деве, быть нормальной, зарабатывать деньги, Луну в Тельце, мама это прекрасное украшение дома. То вам п***а, ваша душа, ваша душа вздыхает. А если она вздыхает, вы начинаете вздыхать. Потихонечку начинается череда вереница проблем. Потому что Луна Водолея обязана изучать астрологию. Обязана пойти на большой курс. Обязана. Потому что вы там вздохнете воздухом. Ведь Водолей это воздух. Накуй тарелки, распашонки и пеленки. Я не должна быть с одним человеком на всю жизнь. Пробовать отношения со своим полом. Это интересно. Побриться на лосо? Почему бы нет? Понимаете? Вот такой. Как такого человека описать за один урок? Невозможно. И поэтому, конечно, мне ученица говорит. Мне кажется, мне не хватило информации. Так и мне не хватает информации. Видите, у меня нету Луны Водолея. Мне бы очень хотелось, чтобы вы с Луной Водолея написали про себя. Что вам нравилось, особенно в детстве? Потому что в детстве вы еще пока не испорчены. Что вы любили? К чему вы тянулись? Нравилась ли вам в астрологии? Нравились ли вам машинки? Нравилось ли вам ломать и строить каких-нибудь роботов? Даже если вы были девочкой. Нравилось ли вам тусить с пацанами и бить коленки? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Луна Водолей. И, кстати, очень классный исследовательский проект. Обязательно в нем поучаствуйте. Посмотрите мои уроки про вашу Луну или про вашу Венеру. И обязательно опишите в комментариях себя в тот момент, когда вас еще общество не испортило. И мы будем собирать целую энциклопедию астрологических практических знаний. Луна Водолей. Пожалуйста. Уборщица, готовщица, нянька должна быть в вашем распоряжении. У вас должны быть единомышленники. Я представляю, как вам сложно в этом мире, вы единорог, в мире унылых, скучных морд. Ну, во-первых, есть я. Есть большой курс. Там все немножечко с еб***цой. То есть, как бы мы зовем вас не просто так. Пойдемте к своим путешествовать. Путешествовать обязательно. Хотя бы б***ь из Кургана в Ишим, из Омска в Новосиб, из Казани в Москву. Куда-нибудь двигайтесь. Не сидите. Потому что что становится с воздухом, который сидит на месте? Пахнет жженами. Вот это вы живущие обычной жизнью. Я, конечно, понимаю, что сейчас вы мне будете смотреть. Ир, б***ь. Ну, у меня трое детей по лавкам. У них что мне делать? Что сейчас от них съеб***ц? Нет, у вас достаточно энергии, чтобы их взять с собой в котенки, посадить б***ь в карету и уб***ть куда-нибудь. Луна Водолею Ужика. И вот тут два варианта. Если это ваш муж уже официальный, и у него Луна Водолея, ну, то вы вот все, что прослушали, это про вас. Вы странная еб***цая, хаотичная, блуждающая, дерзкая, придурковатая девчонка. Потому что если бы вы такой не были, он бы на вас не женился. И тут встает вопрос. Вот эти все советчики о том, что женщина должна смотреть на мужика и улыбаться. Ха-ха, с Луной Водолеи вы никогда за такого не выйдете замуж. И теперь еще один практический эксперимент. Если среди наших зрительниц есть жены, мужиков, у которых Луна Водолеи, пишите прям пять пунктов, что сработало на вашего мужа, почему, как вы думаете, он на вас женился. Где вы были странной, еб***цой, непредсказуемой, сумасшедшей. Я думаю, пункт номер один, вы ему внушали, что вы замуж не пойдете никогда. Потому что именно так работает с Луной Водолей. С Луной Водолеи у мужика, если вы хотите его очаровать, вы должны сказать ему, что вы выехали на свидание, а потом пропасть на неделю. А через неделю написать, как ни в чем не бывало, привет, как дела? И если он начнет разборки, ну сказать, б***ь, представляешь? Ну и придумать что-нибудь. Ну типа, а-ля, я вышла, тут я встретила подругу, а у нее бабушка застряла в трубе, и мы вот это резали эту трубу, поехали на склад металлолома, сдали бабушку, сдали трубу, представляешь? И там, на этом складе мы нашли путевку в Турцию. И улетели в Турцию, и вот я прилетела, и рада тебя видеть, пошли потрахаемся. Понимаете, вы должны, чтобы он ох***ел от вас, и тогда он на вас женится. Поэтому с Луной Водолеи у мужиков можно рассказывать о том, что вам нравится астрология, он вам говорит, а я в нее не верю. А вы знаете, верит, как миленький. Водолей это самый астрологический знак зодиака. Если Водолей не верит в астрологию, то у Водолеев все х***о. Зачем вам мужику, которого все х***о? Вот так вот мы захватываем мужиков с Луной Водолей. С Луной Водолей очень сложно расслабляться. Вот эта вот собака, которая постоянно бежит куда-то. Очень поэтому плохо, если эта собака сидит в декрете и бегает только по потолку. Обязательно мотоциклы, квадроциклы, картинги обязательно, изучение астрологии обязательно. Обязательно Луне Водолеи нужно отчебучивать что-то, покрасить волосы в розовый, сделать фотосессию ню. То есть сделать что-то провокационное. Ведь он 11-й знак зодиака, 12-й рыбы, которые всосали в себя все. А Водолеи нужно для встряски, для революции, для свободы, для того, чтобы захватить этот мир, увлечь своей идеей, изобрести что-то гениальное. Вот какая у вас сила и ресурс, а вы там варим борщ, правильно сейчас? Поэтому Луна Водолеи, да, сложно, сложно с вами, сложно с таким мужиком, сложно с такими людьми. Но если только не расслабиться и не быть готовым к американским горкам. Взлеты, падения, падения, взлеты. Если вы сам такой человек, то есть готов к вот этим приключениям, то Луна Водолеи прекрасный друг, нормальный партнер. Так, ну что, сейчас для всех вас у меня приготовлен сюрприз. Вам нужно выбрать, задать свой вопрос и выбрать карту от 1 до 9. Я же задам вопрос за вас, что вам мешает проявить свободу, проявить себя, что мешает выйти из вашей реальности. Давайте посмотрим. Выбирайте циферку от 1 до 9. Если вы хотите задать свой какой-то вопрос, вы задаете и просто записываете себе циферку. Поехали. Что мешает вам? Ой, 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 ой. Сколько всего мешает-то? Ой, ой, хорошо. Итак, что вам мешает обрести себя по полной, то есть бросить эту шкуру нормального человека, Луне Водолея и не только. Если вы выбрали первую карту, вам кажется, ну а зачем мне ее сбрасывать? Я в целом достаточно удовлетворена. Ну, если вы достаточно удовлетворены, ну кто же я такая? Это карта счастья, чтобы вам счастье-то портить. Поэтому оставайтесь в своей реальности, не меняйте ее. Карта номер 2. Вам кажется, что если вы сбросите все свои оковы, то вы станете сразу бедными и пойдете жить с коробкой под мостом. Это неправда. Для этого вам нужно изучать астрологию, потому что все ваши страхи, они определяют вашу реальность, напряженные аспекты вас контролируют и из-за этого портят вам жизнь. Представляете, замкнутый круг. Карта номер 3. Вы очень злитесь, очень обижены. Вы маленький ребенок, такой надутый в губки, такой пошли вы все. Мы пойдем, а ты останешься злиться и дуться в своей реальности. Карта номер 4. Вам сбросить шкуру и стать свободной мешает фигура отца, мешает какая-то мужская фигура, то есть вот какой-то вам император, это карта император, то есть какой-то ваш важная фигура сказала, что нет, нужно быть народом. Нормальный. Но он не прав. Нужно быть свободной. Дальше, карта номер 5. Вам мешает стать собой то, что вы пока еще не определились, кто вы. Вы и жнец, и на дуде, и грец, и многолитая такая вот ведьма. Тут много лиц, и поэтому непонятно, куда идти. Но тут, опять же, астрология вам в помощь. Карта номер 6. Вы не обретаете свою свободу, потому что вам кажется, что вы тоже потеряете деньги. А неправда. Приобретете еще больше. Карта номер 7. Я не обретаю свою свободу. Здесь все очень просто, потому что страшно. А вдруг свобода это равно одиночество? А вдруг меня никто не выберет? Ну ага, сейчас. Ага, сейчас. Выберут, как миленькую. Карта номер 8. Я не становлюсь свободной, потому что у меня нет на эту пока воли. То есть, моя воля направлена на что-то другое. Как правило, эта карта означает, моя воля направлена на то, чтобы держаться за какой-то член, руками, ногами, зубами. В общем, девочки, ваша воля не направлена на свободу, на развитие, направлена на что-то другое. На что, не знаю, не буду догадываться. Карта номер 9. Тоже карта про волю, про агрессию, про страхи. Грубо говоря, вы не проявляете свою свободу, потому что не выходите из вот этих рамок общественности, потому что, ну, боитесь осуждения, боитесь, что придется все тащить на себе. Давайте карта номер 9. Зададим себе честный вопрос. А вы уже сейчас не тащите все на себе? Вот такой вот ответ. Если у вас был задан какой-то вопрос на ответ да-нет, то первая карта да, вторая нет, третья нет. Эта карта да, эта карта нет, эта карта да, эта карта нет, нет и нет. У нас будет открыта предзапись на курс Таро, который у нас будет второй запуск. Первый был шикарный. Записывайтесь. Ничего платить не надо. Просто запишите, чтобы мы понимали, что вы заинтересованы в этом курсе. Дальше. Если вы пойдете по ссылочке, вы увидите охрененный бот. Называется бывший. Вы вбиваете свои бесплатно дату, время и город рождения бывшего. Если нету времени рождения, хрен с ним. И получаете просто мой анализ вашего бывшего. Поэтому, если вам понравилось это видео, с вас лайкос. Комментарий, про какую луну писать следующую. Также я жду, что вы сделали для того, чтобы завоевать мужика, женить на себе с луной водолея. Что нравилось луне водолея в детстве. Пишите в комментариях. За самые классные комментарии я отправлю подарки. Какие, узнаете в следующем выпуске. Все. Люблю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok